Ой, я какой-то Дима Билан, 10 лет назад. Я не знаю, что такое британский здравый смысл. Лондон официально начал выходить из карантина. Это пока маленький шажок, но психологически важный момент пройден. Но все же остаются важные вопросы. Когда мы сможем увидеться с родственниками и друзьями? Когда дети вернутся в школу? И когда сможем нормально подстричься? Да, я не дожидался. Первый день начала послабления в Англии. И надо подчеркнуть в Англии, потому что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия все решили идти своим путем. И, в принципе, для меня ничего не изменилось. Правда. Мама пишет, может, мы теперь сможем встретиться? Да, но только на улице. Папу надо оставить дома. А некоторые сегодня вернулись на работу. И хотя премьер-министр сказал, что лучше не пользоваться общественным транспортом, у многих просто нет другого выхода. И вот результат. С сегодняшнего дня вводится рекомендация носить маски или покрытие для лица там, где нельзя нормально дистанцироваться. Например, в общественном транспорте и в магазинах. Но, кажется, многие их не носят. Интересно, как пойдет дальше. Возникнет ли вражда между людьми в масках и без? Вот в чем, по моим ощущениям, заключается главная проблема сейчас. Раньше правила были понятны. Оставайтесь дома. Но теперь вводится целый ряд рекомендаций. И, ой, ну было бы хорошо, если... Короче, все стало слишком по-британски вежливо. О, would you mind terribly? А вы не могли бы? Ну, если это не слишком трудно. Ну, если вам не сложно. Я не знаю, что такое британский здравый смысл, но, надеюсь, он у кого-то есть. Но правила, правда, сложные. Например, риэльтер теперь может показывать нескольким человекам дом или квартиру за день. Но при этом мы можем встречаться только с одним человеком, который не живет с нами, и только на улице. И каждое обращение и выступление Бориса становится поводом для шуток. So, we are saying, don't go to work, go to work, don't take public transport, go to work, don't go to work, stay indoors, if you can work from home, go to work, don't go to work, go outside, don't go outside, and then we will or won't do something or other. Окей, я недавно сказал, что вопрос о стрижке скоро станет ребром, и вот я так больше не могу. И я вижу, как коллеги и друзья или пытаются себя подстригать, или просто бреют голову на лысо. Официально парикмахерские будут закрыты как минимум до 4 июля. Но говорят, есть люди, которые по-любому готовы вас подстричь, несмотря на запрет. Звоню узнать, как это работает, хоть какие меры предосторожности они предпринимают. И вот, Sorry. Я видел, что я сообщил о тюрканах. Да, да, да. Он мне сообщил о тюрьме, о том, что ты хочешь. Я могу прийти к вам. И что происходит с тем, что у вас есть ли у вас? Да, да. Я могу ли я снять тюрьмы, может ли я снять тюрьмы? Да, я могу. Я снять тюрьмы, я снять тюрьмы, я снять обувь, и все, что я санитировал. Потому что я не могу. Мы нужны только один человек в комнате, не все. Ты сможешь снять тюрьмы в маше? В маше? В маше? В маше? В маше? Да, в маше. Я работаю в маше. Прости, я думал, что это было бы зашло. Можно ли я спросить о масках? Мне нужно снять маску? Если я снять маску, то не проблема. Я не могу снять маску. В итоге я звонил 20 человекам, оставившим объявления на сайтах. 12 подняли трубку. Каждый из них или согласился, или сразу попросил, чтобы я им писал по WhatsApp, чтобы договориться дальше. Справедливости ради надо сказать, что эти люди внезапно в конце марта потеряли весь свой доход. Большинство от них работает только на себя. И только с сегодняшнего дня они наконец могут обратиться за финансовой помощью правительства. Тяжелые времена. Ну ладно, надо быть законопослушным. И я только что поискал в интернете, и машинок для стрижки уже нет. Или они продаются за какие-то сумасшедшие деньги. И надеюсь, очень надеюсь, они были бы нужны только на пару раз. Поэтому приходится делать самому. И у меня есть тренер лаборатории, и расческа, и YouTube-уроки. Желайте удачи! Поехали! Ой, а какой-то Дима Билан 10 лет назад. Я не уверен, надо было так делать. Ну я начал делать нормальную стрижку. И потом все пошло не так, и пришлось все сбить. Ну ладно, первым делом пойду подстригусь нормально. Через полгода. Продолжение следует... Продолжение следует...